Что касается слов, что лошадь на гриве ее, на чубе ее, привязана благо, до судного дня. Из блага лошади, говорящая Юсамин, это то, что она заставляет или вселяет страх в сердца рабов Аллаха Субхану Ат-Алле. А если кто-то скажет, спросит, в некоторых хадисах сказано, что есть аджир и есть ганима, то есть в лошади есть, то судного дня аджир, то есть награда и есть ганима, то есть трофея. А сегодня не используются они в войне практически, в военных целях лошади не используются, правильно? Означает ли это, что та ситуация, которая была в древние времена, в прежние времена, что она вернется? Сегодня используют разные виды, там, какое-то оружие мощное, и лошади не используются. Означает ли это, что вернутся те прежние времена? Чемсамин говорит, да, видится, что так, видится, что так, что вот эти вот виды оружия страшные, там, губительные, разрушительные, которые есть сейчас, что они исчезнут, что их не будут. И указывает на это также, что история о Яджуче и Маджуче. Яджуче и Маджуче, когда они появятся, когда они возьмут в осаду Иису Алей-Сырам и тех, которые будут с ним на горе Тур, то что скажут Яджуче и Маджуче? Они скажут, вот мы теперь, скажут, они одолели жителей земли, теперь мы одолеем жителей небес и станут бросать стрелы вверх, в небо. И Аллах Субханна Таля будет вот так вот заманивать их дальше в их грех. Эти стрелы будут действительно возвращаться окрашенной кровью. Тогда Яджуче и Маджуче станут говорить, ну вот теперь мы победили и жители небес, и жители земли. Это указывает на то, что вот эти вот современные всякие виды оружия, они действительно исчезнут. Ищем, они говорят, это не что-то маловероятное, а действительно так. Ну, например, они построены на использовании каких-то там видов топлива, да, что-то построено на использовании нефти. Ну, тут может уже специалист сам думать, да, может железо там исчезнет, может еще чего-то. Потому что, ну, когда это будет Аллаху, Аллах Субханна Таля ему ведомо лучше. Это вот важное правило. Аят указывает на что? Что призывающий к Аллаху, он должен начинать прежде всего со своих близких, со своей семьи. И Аллах Субханна Таля говорит, параук Алисарату Ассалям, увещивай твоих ближайших родственников. А то, что делают некоторые люди невежественные, оставляют своих близких, своих домочадцев, своих родственников, которые, жители своей местности, которые находятся в заблуждении, пребывают в многобожии и едут куда-то далеко, за тридевять земель, едут туда, чтобы призывать людей. В то время как свой народ и свои близкие, свои родные, иногда своя мать, свой отец находятся в неверии или в грехе. Это несовместимо с сунной. Это противоречие сунне пророков, пророка Мухаммада, саллаху салям и всех пророков. Начинают со своих близких. Неужели вы приказываете людям благочестие, оставляете самих себя, в то время как вы читаете Писание, неужели вы не разумеете, говорит Аллах Субханна Таля. И так Ибрахим начал со своего отца.